Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, чтобы Бог благословил всех нас, каждого в отдельности. Бог утешил, порадовал нас, потому что время исчисляет нам определенные обстоятельства, в которых мы живем. Мы определяем, где мы, на какой позиции, какие события проходят в нас. И мы, обращаясь к Богу, всегда просим, чтобы Господь нас вразумлял, чтобы нам проводить жизнь правильно, пред Богом, во славу Божию и в свое личное спасение. Когда церковь переживала трудное время в Иерусалиме, то Аякова убили, Петра взяли в темницу, и самое такое прекрасное место говорится о том, 12 глава Деяния Апостола, 5 стих, 2 полустищие. «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Церковь молится. Уже сколько времени молится и в трудных временах, и когда благополучие, церковь молится. Потому что мы понимаем, что Господь хранит церковь, оберегает. Может быть, разные ситуации может встречать человек, но церковь молится. В основном, в итоге, церковь обращается к Богу, и Бог хранит народ свой. Слава нашему Богу! Мы читаем 13 главу, 1 стих. Особое событие произошло тоже связано с временем церковь в Антиохии. В Антиохии, и здесь 1 стих говорит, собрались там люди со всех мест. И там напоминается, что был такой там человек Луций Кириянин. Кто этот? Киринея находилась в Северной Африке, в современной Ливии, от Триполи, где-то 200 километров, на запад. И там жили евреи. И, по-видимому, в Антиохии мы наблюдаем, что язычники уверовали, отметили особое такое движение, потому что оттуда и апостол Павел, и Варнава пошли проповедовать язычникам, грекам и другим народам. И этот человек находился в Антиохии. По-видимому, предполагает, что он был темнокожим. Это была новая эра, когда приходили к Господу из разных наций, и Господь крестил Духом Святым, облагал благословением Своим, и благодать очень сильно действовала, и там происходило то, что народ получал назидание. Слава нашему Господу! Это и привлекает души человека, когда люди получают назидание, когда Дух Святой работает между нами, тогда мы радуемся и говорим о том, что я представляю ценного пред нашим Богом, что Он так заботится о нас, и печется, и посылает милость Свою. Я хочу напомнить слова апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава. Он говорит, как учитель, как апостол, говорит, не хочу же оставить вас, братья, в неведении. Слово Божие, когда мы вникаем, учит нас. Дух Святой открывает нам, просвещает нам разум, и нам становится много понятного в жизни нашей, цель нашей жизни, стремление наше. Какие у Господа есть определения для каждого из нас, мы находим свое место, как в обществе, так и в Церкви Господней. Слава нашему Господу! И Господь учит нас. Мне хочется напомнить, связанное это также с временем, если рассматривать всю Библию, то мы находим первый такой период, который так отмечают, так определили, так поняли, что первый период – это период невинности, когда люди, не знавшие греха, они жили определенное время, Адам и Ева, и этот период называется невинность, и сколько лет они пробыли в этом состоянии. Потом пришло трудное время, этот период родил другой период, как с такими трудностями – грехопадение. Грехопадение умерли, они вечная жизнь потеряна, и они перешли в другой период, период такой невинности, период совести, морали. И это длилось какое-то время, когда человек в процессе жизни заглушил голос совести, который был заложен, и мы это понимаем, в сердца людей, они отступили от Бога, от Бога, и принимали мысли только зло, только думали об этом, как бы сделать плохое. И этот период продлился до того, когда наступило тоже очень страшное, и это произвело рождение другой. Перевод произошел потоп. Люди, масса, тысячи, сколько населяло землю людей, они все погибли. И он родил этот период, следующий период, это уже будет третий период, период патриархов. Патриархи длился этот период до тех времен, когда они попали в Египет, прожили там очень долгое время. И когда Моисей пришел к ним, то характерно то, что можно заметить, что в этом обществе народа израильского от патриархов остались старейшины, они собирались и выслушивали Моисея, посланничество, которое он получил от Бога. И они поверили ему, и как народ, образовавшийся, тогда получилось то, что притеснение великое пришло на народ этот. Они стали рабами, они работали очень трудно. Детей был период в то время, что детей мужеского пола бросали из еврейского народа в реку, где кишил этот Нил крокодилами, и они погибали. Моисей остался жив благодаря промыслу Божьему, и получился другой период в страшном гонении. Бог вывел их, и пришел период, период закона. Закон был дан для народа Божьего, чтобы они могли сохранить познание о едином живом Боге, потому что много окружало народностей, которые обычаи и правила их, идолопоклонство, связь с деменскими силами преобладала, люди ходили в страхе, но этому народу дан был от Бога закон, который ввел их, и этот закон весьма благой был для того времени. И это время существовало до того момента, когда пришел на землю Иисус Христос. Христос пришел. Такая благодать, если касается нас, то мы удивляемся порой той жестоковынности, которое было в людях, которые не приняли Его, хотя вопросов было много, тайного, неведанного, неизведанного, поэтому и Писание напоминает нас и учит, вникайте в Писании, чтобы нам быть в познании тех обстоятельств, в которых мы живем. И многие люди, и особенно народ еврейский, лидеры религиозные, не приняли Иисуса Христа. Этот период закончился тем, что распяли Иисуса Христа. Этот период родил, другой период, о котором мы читали, церковь родилась на земле посредством страданий Иисуса Христа. Бог проявил весьма великую милость к людям, живущим на земле, на всю вселенную. Распространилась эта благодать Божия. Время церкви, время благодати, оно пришло и к нам. Мы живем в это время в благодати, время в церкви, поэтому мы понимаем, что нас Господь объединил. Мы называемся братьями и сестрами по одной крови. Через Иисуса Христа, через Его кровь. Он объединил нас, и мы стали родными в Иисусе Христе. Слава нашему Богу! И как в свое время в нашей стране коммунисты удивлялись, как это ты только приехал, никого не знаешь, только какой-то адрес, никого ты, даже не знающих людей, по каким-то причинам попал в город, поехал по этому адресу, пришел, помолились, приняли как своего. Мы уходим на работу, а ты оставайся, ключи здесь. Все доверялось, потому что любовь Христова наполняла наши сердца. Слава нашему Богу! Так Господь объединил народы, языки, нации и ведет нас к тому, что будет еще период, период того, что Христос придет за Своей Церковью. Будет это время, когда будет семь лет великих скорбей, и перед этими многие так понимают, но не все, что перед великими скорбями Церковь будет взята на небо. Там будет Церковь предстанет предсудилище Христова. То, что народ Божий, который перенес это время гонений и страданий жизни в этом периоде будут получать награды от Иисуса Христа. Там будет торжество, радость Господе Иисусе Христе. Здесь на земле будет великая скорбь. Потом Христос явится вместе со святыми и возьмет, свяжет демона, дьявола, и он будет связан на тысячу лет. И тысячелетнее царство говорит о том, что это будет принадлежать еврейскому народу, и они там в какой-то период признают его и будут рыдать о нем, как об единородном сыне в таком состоянии, в таком положении. Народ Божий обратится к Богу и тысячи лет будет, не будет мир и покой. После этого наступит восьмой период вечность. Иисус придет, поразит дьявола, лжеапостола, то есть лжехриста, лжепророка и наступит вечность. Все люди предстанут перед белым престолом и будет суд, кто унаследует вечность, кто унаследует хорошую в раю определение Божие, кто пойдет в ад. Это белый престол, но церковь будет уже на небесах определенно, как невеста с женихом будет присутствовать на небе. Слава нашему Господу за такие обетования, чудные обетования. Мы также обращаем внимание на тот период, когда мы называем ее период благодати или период церкви. мы получили вразумление от нашего Господа через Иоанна о том, что Бог показал состояние семи церквей. Это касается нас непосредственно в том периоде, в котором мы живем, но этот период распределяется на положение, на состояние в церкви, какое оно имеет. Мы знаем, что эти семь церквей имели также трудности и определенные порицания и определенные похвалы. И многие говорят о том, что это такие периоды уже две тысячи лет, и многие говорят, что мы живем в Ладыкийской церкви. Но можно применять это в каждой поместной церкви, какой мы можем отнести себя в период. Потому что это, как мы перечислили эти периоды, пройдет период, наступит другое время. И это говорит о том, что приближается время, если по еврейскому календарю считают о том, что уже пять тысяч семьсот семьсот девятый год кончается шестая, шестое тысячелетие, многие говорят, что в семем тысячелетии Христос придет в начале, в конце этого шести, в начале семи тысячелетия. Поэтому Слово Божие апостол Павел и апостол Петр напоминает и говорит о том, что многие не примут того, которое Господь напоминал и говорил. Одно, то, Петр напоминает, не должно быть сокрыто от вас возлюбленные, что у Господа за один день как тысяча лет и тысяча лет как один день не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И если мы обращаемся к церквям, то мы наблюдаем, что кроме того, что хорошее поощрение было сказано, но почти в каждой церкви предупреждал Господь такими словами бодствуй, покайся и обратись от своих путей. Если в Ефесской церкви говорилось о том обучении николаитов, то Пергамская церковь, в этой церкви были люди, которые последовали этому учению. И Господь как в той церкви, так и этой говорит, которого я ненавижу. Также в Феатирской церкви та пророчица Елизавея говорится о том, что она вводила людей в любое деяние. Это говорится о том, что люди ставили вместо Бога что-то важнее и поклонялись как бы идолом другого Бога. Любодеяние, что и Николаиты, что в Ефейской церкви, что в Пергамской церкви предупреждалось о том, чтобы они обратили на это внимание и не были безразличны, потому что время, время по общему периоду подходит к концу, время по христианскому периоду, по церковному периоду, семь церквей, в какой мы периоде живем, в каком периоде живет поместная церковь, как она, кому мы можем наблюдать или кого мы смотрим, в каком мы состоянии. Одна только филадорфийская церковь без этих порицаний было, и Господь говорит, я сделаю то, что они придут, поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. А ладыкийская церковь возомнила о себе, что они богаты, ни в чем не нуждаются, и Господь предупреждает, и время говорит нам, и этот отсчет времени, и мы можем точно не знать, когда, но время приближается, все периоды прошли, мы живем во время благодати, и это подходит период к концу, как мы встретим нашего Господа, какую мы позицию занимаем, мы можем применить лично к себе, какую я занимаю позицию, или ту, которая Ефеси, или ту, которая Владыкия, как я относюсь к этому времени, которое говорит о том, что я тоже уйду с этой земли, как бы мы ни старались, мы отойдем от этой земли, застанем ли мы явно пришествие Иисуса Христа, или мы до этого отойдем в вечность, нам нужно беречь себя, и как Павел говорит о том, что я не хочу, чтобы вы остались в неведении, да поможет нам Господь, следуя за Господом, наблюдать за временем, изучать Писание, смотреть на Него, как должно, не пренебрегать, потому что очень много там сокрыто, и если мы благоговея пред Богом, моля Господа, чтобы Дух Святой просветил нам разум, мы тогда поймем многие вещи и возремно умеем о Боге, будем иметь страх пред Богом, что Бог скоро придет, Иисус свои обещания исполнит, но второе пришествие для земли, для людей будет уже не такое, как Христос пришел в свое время, в котором мы находимся в это время благодати, тогда уже будет поздно, тогда уже людям не будет спасения, только милость будет явлена к народу израильскому, поэтому берегим себя, бережем время, в котором мы живем, стараемся к тому, чтобы Господь нас просветил разум, мы могли понять, не опускаться, не опускать руки, не быть безразличными, беспечными, нам Господь говорит и предупреждает через это слово, и Он скажет в свое время, я говорил вам, но вы не обращали внимания, я предупреждал вас, но вы были безразличны, вы закрыли уши, закрыли сердце свое, не слышите, что говорит Дух Святой церквям, аминь, помолимся Господу.